В начале рабочей недели погода не балует красноярцев, сегодня она переменчивая. Еще с утра было солнечно, но к середине дня небо затянуло, прошел небольшой дождь. После чего снова вышло солнце, днем столбики термометров показывали 24 градуса тепла. Ночью и вечером синоптики также обещают дождь и 13 градусов тепла. Во вторник, 20 июля тоже будет дождливо, днем плюс 24 градуса, возможно гроза и порывы ветра до 11 метров в секунду. Ночью плюс 13 градусов, дождя не прогнозируется. В среду, 21 июля, солнце все-таки выглянет из-за туч, но без дождя не обойдется. Днем все те же 24 градуса тепла, ночью плюс 14 и без осадков. А вот в четверг, 22 июля, настоящая летняя жара наконец-то вернется в Красноярск. В этот день синоптики прогнозируют до плюс 27 градусов. Будет немного облачно, но зато без осадков, ночью плюс 14 градусов. В последний рабочий день, 23 июля, многим красноярцам, видимо, снова придется включить кондиционеры. Днем до плюс 29 градусов, без осадков, ночью плюс 15 и дождя не обещают. Выходные на этой неделе тоже будут жаркими. В субботу, 24 июля, без осадков, днем плюс 29 градусов, ночью 15 градусов выше нуля. 25 июля, воскресенье, днем, по данным синоптикова, 29 градусов и кратковременный дождь. Будем надеяться, что хорошая летняя погода продержится в Красноярске еще долго. А вот научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд уже заявил, что температура на территории страны будет высокой до конца лета. По словам синоптика, предварительные прогнозы и расчеты показывают, что и вторая половина июля, и август в среднем по стране будут жаркими. Но иногда погода будет колебаться или, как сказал Вильфанд, нервничать. А теперь важная информация для тех, кто на этой неделе планирует отдыхать у воды. Как сегодня пояснили специалисты МЧС и Роспотребнадзора, ни один пляж в городе официально так и не открыли из-за потопления береговой линии. Это значит, что на излюбленных красноярцами пляжах острова Отдыха и Татышев нельзя не только купаться, но и загорать. Однако сегодня мы приехали на пляж на остров Отдыха и заметили, что калитка открыта. И красноярцы спокойно проходят на пляж, проводят время у воды, кто-то даже купается и загорает. Мы напоминаем, что закупание в запрещенных местах положен штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, с 26 июля инспекторы начнут патрулировать закрытые площадки для отдыха. И если вас застанут на неработающем пляже, вежливо попросят уйти. Штрафов пока не обещают. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, Новости ТВК.